Этюд в багровых тонах 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 То не заходит в нее неделями, а то работает там с утра до ночи. Если хотите, можем заехать туда прямо сейчас. Определенно хочу. Но если вы не поладите с ним, то я не виноват. Если не поладим, не составит труда разъехаться. Мне кажется, Стэнфорд, у вас имеется какая-то причина заранее снять с себя полную ответственность. Неужели характер вашего приятеля столь непереносим? Или тут что-то другое? Не так-то легко выразить невыразимое. На мой вкус, Хонс немного чересчур учен. Знаете, почти что бесстрастен. Я, например, легко могу представить, как он дает своему другу маленькую щепотку только что обнаруженного растительного алкалоида. И делает это не из злых побуждений, а просто движимый духом исследований. Желая иметь точное представление о его воздействии. Но надо отдать ему должное. Думаю, он сам с той же охотой употребит аналогичную щепотку. Похоже, он питает склонность к точным достоверным знаниям. И очень правильно делает. Да, но такого рода страсть может выходить за рамки разумного. Когда доходит до того, что начинает избивать трупы в анатомическом театре, она определенно принимает довольно странную форму. Не правда ли? Избивать трупы? Да, чтобы установить, сколько синяков может появиться на теле после смерти. Я собственными глазами видел, как он этим занимался. И при этом вы говорите, что он не студент медицинского факультета? Нет. Одному богу известно, каковы цели его исследований. Ну вот мы добрались. Прошу. При этих словах мы свернули в узкий переулок и прошли через маленькую боковую дверь, ведущую в одну из крыльев огромного здания больницы. Химическая лаборатория представляла из себя комнату с высокими потолками и беспорядочными рядами огромного количества бутылок. По ней были расставлены широкие низкие столы, заставленные ретортами, пробирками и маленькими бунзеновскими горелками, над которыми, мерцая, колебалось голубое пламя. В комнате находился всего лишь один студент, слонившийся над дальним столом и полностью поглощенный своей работой. Услышав наши шаги, он быстро оглянулся и вскочил на ноги. Я нашел его. Нашел! Я нашел реагент, выпадавший в осадок только при реакции с гемоглобином. Доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс. Как поживаете? Вижу, вы побывали в Афганистане. А как вы об этом узнали? Ну, это несущественно. Сейчас главное гемоглобин. Вы, разумеется, понимаете значение моего открытия. Это, несомненно, интересно для химии, но практически... Почему же? По-моему, судебная медицина уже много лет не видела более практического открытия. Разве вы не понимаете, что это безошибочный тест на выявление пятен крови? Ну-ка, подойдите-ка сюда. Он нетерпеливо схватил меня за рукав пиджака и потянул к столу, за которым работал та нашего прихода. Давайте возьмем немного свежей крови. Холмс воткнул свой палец в длинное шило и втянул в химическую пипетку выступившую каплю крови. Вот так. Сейчас я смешаю это незначительное количество крови с литром воды. Вы видите, что получившуюся смесь по виду не отличишь от чистой воды. Пропорции крови не должны превышать один к миллиону. Однако у меня нет сомнений, что мы сможем получить типичную реакцию. Сказав это, он бросил в сосуд несколько белых кристалликов, добавил пару капель какой-то просрачной жидкости. Спустя секунду все содержимое окрасилось в цвет поблекшего красного дерева, а на дно стеклянной колбы опустился коричневатый осадок. Ага. Ну что вы теперь думаете? Ну, это, похоже, очень точный анализ. Прекрасно. Просто замечательно. Старый гвоеколовый тест был очень груб и неточен, так же, как и микроскопическое исследование на предмет кровяных телец. Последний метод бесценен, если пятнам не больше нескольких часов. Но! Теперь, похоже, уже можно провести анализ независимо от того, старое пятно или свежее. Изобретить кто-нибудь такой тест раньше сотни людей лежали бы в земле, заплатив плату за свои преступления, вместо того, чтобы гулять по ней. Несомненно. Ну, исход уголовных дел постоянно зависит от этого вопроса. Скажем, человек подозревается в преступлении, совершенном несколько месяцев назад. Его белье, одежду тщательно осматривают и находят на ней бурые пятна. Пятна ли это? Крови, грязи, ржавчины, фруктов и еще какие-нибудь? Вот тот вопрос, что озадачивал ни одного эксперта. А все почему? Потому что не было надежного теста. Теперь у нас есть тест Шерлока Холмса, и данный вопрос больше не будет вызывать трудностей. Вас можно поздравить. В прошлом году во Франкфурте рассматривали дело фон Бишофа. Его бы определенно повесили, существует тогда этот тест. Так же, как и Мэйсона из Брэдфорда, всем известного Мюллера, Лефевре из Монтипельера и Сэмпсона из Нового Орлеан. Я мог бы перечислить десятка-два случаев, когда мой тест сыграл бы решающую роль. Да вы просто ходячий криминальный справочник, Холмс. Можете начать издавать газету на эту тему. Назовете ее, к примеру, полицейские новости прошлого. Кстати, мог бы получиться очень интересный материал. Помогите мне наклеить пластырь Стэмфорд. Охотно. Мы, собственно, здесь по делу, Холмс. Мой друг хотел бы снять себе жилье. И, помятуя о ваших жалобах на невозможность найти партнера, осторожно, чтобы разделить расходы, я решил вас свести. И очень кстати. Я присмотрел одну квартиру на Байкер-стрит, она нас полностью устроит. Надеюсь, вы не против запаха крепкого табака? Я сам думал, как паровоз. Очень хорошо. Я обычно держу дома химикаты и время от времени провожу опыты. Это не будет вам мешать? Ни в коей мере. Дайте-ка подумать, какие у меня еще недостатки. На меня иногда нападает хандра, и я целыми днями не открываю рта. Ну а теперь в чем хотите признаться вы? Двум джентльменам, намеренным поселиться вместе, лучше узнать самое худшее друг от друга заранее. Ну а я не терплю всякого рода ссоры шума, так как нервы мои порядком расшатаны. Еще я не соблюдаю режим, встаю, когда захочу, и до крайности ленив. Не исключено, что когда я буду чувствовать себя лучше, проявятся и другие пороки. Но в данный момент более серьезных недостатков нет. Вы включаете игру на скрипке в разряд шумов? Ну это зависит от исполнителя. Хорошая игра на скрипке – это райское наслаждение. Ну с этим все в порядке. Думаю, мы можем считать дело решенным, если, конечно, квартира вам подойдет. А когда мы сможем ее увидеть? Зайдите за мной завтра в полдень, мы пойдем туда вместе и все уладим. Хорошо, ровно в полдень. До свидания, мистер Холмс. Всего хорошего, мистер Ватсон. До свидания, Холмс. До свидания.